Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз. Церковный календарь». Сегодня суббота по Рождестве Христовом. 9 января по новому стилю или 27 декабря по старому. Продолжаются святки, поста нет. Сегодня совершается память апостола от 70-ти, первомученика и архидиакона Стефана. Также преподобного Феодора Начертанова, исповедника 8-го, 1-й половин 9-го века, святителя Феодора I архиепископа Константинопольского 7-го века, священномученика 20-го века Тихона Неконорова, архиепископа Воронежского и мученицы Антонины Брянских. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, поминаемый сегодня архиепископ Тихон в миру Василий Неконоров родился 30 января 1855 года в семье Варсонофия Неконорова в селе Кирюга Новгородской губернии. Уже в детстве проявилась его склонность к созерцательной, уединенной молитвенной жизни. Первоначальное религиозное и светское образование он получил дома, затем поступил в Новгородскую духовную семинарию, а после ее окончания в 1877 году в Санкт-Петербургскую духовную академию. 1 августа 1981 года Василий Варсонофьевич был назначен помощником смотрителя Белозерского духовного училища. На этом поприще проявились его несомненные духовные дарования, организаторский талант и глубоко религиозное отношение к делу и людям. Поэтому в 1884 году его утвердили инспектором Новгородской духовной семинарии. 15 июня того же года Василий, решив окончательно посвятить свою жизнь Богу, принял монашество. Пострижен он был в Кирилло-Белозерском монастыре с наречением имени Тихон. Вскоре его рукоположили во иер-монаха. С декабря 1890 года игумен Тихон Неконоров становится ректором Новгородской духовной семинарии с возведением в Сан-Архимандрита и поручением настоятельства. И вот 2 февраля 1992 года Архимандрит Тихон высочайшим указом Хиротонисан воепископа Можайского в викаре Московской епархии. Семь лет спустя владыка Тихон был назначен епископом Полоцким и Витебским. С 1902 года Пензенским и Саранским. В 1906 году владыка Тихон был необоснованно обвинен исполняющим обязанности пензенского губернатора в укрывательстве революционеров за то, что заступился за свою паству и не сместил священнослужителей, которых ошибочно, как выяснилось впоследствии, признавали неблагонадежными. Но климат в духовной среде был неблагополучным. В пензенской духовной семинарии случились беспорядки и был убит ректор. Власти закрыли семинарию. Не перенеся этого, 25 июля 1907 года епископ Тихон уволился на покой. Но уже 31 июля 2007 года владыка Тихон Неконоров назначен управляющим Московского Воскресенского Новоирусалимского монастыря. В середине 12-го года владыка Тихон был назначен епископом Калужским и Боровским. Калужскую епархию он возглавлял менее года. Затем Воронеж с возведением в сан архиепископа. О его пребывании на Воронежской кафедре сохранились воспоминания Келеника, протеерея Иоанна Житяева. По его свидетельству, владыка Тихон был тихим, кротким, смиренным архипастырем, отличался необыкновенной добротой и был большим молитвенником. Его часто можно было видеть в соборе на утреннем правиле, которое начиналось в 4 часа утра. Владыка любил уставную службу, часто читал и пел на клиросе. За 7 лет своего архипастерства архиепископ Тихон являлся отцом своей паствы. К нему могли прийти люди со своими нуждами и душевной скорбью, открыто и безбоязненно. Простота, ласковость и душевность в обращении были отличительными чертами его духовного облика. Никто никогда не видел владыку раздраженным или разгневанным. Многим было ясно, что сугубая благодать Божия почивает на Воронежском архипастыре. Будущему священномученику Тихону пришлось одному из первых столкнуться с гонениями новой власти на церковь. Так, 8 июня 1917 года праведный архипастырь за неподчинение власти был арестован и в сопровождении солдат отправлен в Петроград. Архиепископ Тихон пожаловался в Синод, что власти вмешиваются в дела епархиального управления и в грубой форме предписывали ему увольнять с прихода одних священников и назначать других без всяких на то оснований. Синод 14 июня заявил, что в действиях архиепископа Тихона нет ничего противозаконного. Предшествующая деятельность преосвященного свидетельствует о его безукоризненной закономерности в делах гипархиального управления. Архиепископ Тихон, заступник за паству, вернулся в Воронеж и вновь вступил в управление епархией. Несмотря на новые протесты властей, преданный церковным канонам, исповедник оставался на своем посту. В 1917 и 1918 году архиепископ Тихон Неконоров участвовал в работе Поместного собора Русской Православной Церкви и избрании святого патриарха Тихона. В октябре 1919 года, когда Воронеж был занят Белой армией, архиепископ Тихон служил многочисленные панихиды по жертвам большевистского террора. Он не воспользовался возможностью покинуть Воронеж вместе с армией Шкурко и уйти на юг, а затем за границу, а остался в Митрофановом монастыре, чтобы разделить участь своей паствы, уже стоящей у подножия Голговского креста. Согласно устойчивому преданию, на третий день Рождества Христова, 9 января 1920 года, во время совершения богослужения архиепископ Тихон Никоноров был повешен на царских вратах Благовещенского собора. Верный воин Христов погребен был в склепе Благовещенского собора. В августе 1956 года, после варварского разрушения коммунистами собора и Благовещенского монастыря, святые мощи архиепископа Тихона были перезахоронены на городском Коминтерновском кладбище. А в 1993 году перенесены во вновь созданный некрополь Алексеевского окатого монастыря Воронежа. Братья и сестры, очень сложное житие святого не запомнит, наверное, из 20-го раза основных событий жизни священномученика Тихона, но мы должны иметь хотя бы смутное представление о судьбах наших великих святых. Священномученичи Тихони, моли Бога о нас! Всего вам доброго, дорогие телезрители!